Новосибирское фехтование Детский турнир шпажистов на призы прославленной спортсменки прошел на минувших выходных. Участие в соревнованиях приняли более ста фехтовальщиков со всей Сибири. С чего начинается путь к олимпийским медалям, расскажет Константин Бухтатов. Одна из сибирских звезд Олимпиады в Рио-де-Жанейро Любовь Шутова организует соревнования юных шпажистов уже шестой год подряд. Сама училась фехтовать в Академгородке, поэтому и соревнования проводит на тех площадках, которые ближе к родным местам. 12-13-летние шпажисты на дорожках как повод вспомнить первые выступления Шутовой на юношеских турнирах. Когда я приехала в Киров, в другой город, и заняла третье место, получила подарок, я была счастлива. То есть это, наверное, был именно мне первый толчок, что я могу больше. Поэтому я хочу, чтобы детишки тоже смогли это почувствовать. Когда не было победы в том возрасте, сильно переживали? Очень сильно переживала, расстраивалась, плакала. Эмоций было куча всяких разных. И да, это закаляло, наверное, мой характер, поэтому я не люблю проигрывать, но умею это делать. Тренер известной фехтовальщицы Сергей Довгошея продолжает готовить новое поколение спортсменов. На этих соревнованиях у него один воспитанник. В этом возрасте, когда шпажисты занимаются от одного года до трех лет, важно участвовать в как можно большем количестве соревнований, убежден заслуженный тренер России. У них в этом возрасте очень много соревнований. И поэтому просто идет тренировочный процесс. И я рассматриваю эти соревнования как дальнейший путь движения вперед. Новосибирец Андрей Пивоваров на минувшем турнире записывает на свой счет сразу две награды. Бронзу в личном первенстве и золото в командном. И это при ста участниках из нескольких регионов Сибири. В команде, конечно, легче. Каждый товарищ свой тебя поддерживает. Если ты где-нибудь пару уколов слил, их просто подтянут другие. В командном первенстве у девушек финал полностью хозяйский. Новосибирские сборные регулярно тренируются друг с другом и знают все сильные и слабые места соперниц. Работа в парах. Разные приемы учим. Потом просто фехтуем, как на соревнованиях. То есть пулька, олимпийка. Или иногда делаем командные. Что-то особенное было перед этим соревнованием? А чем работали? Ну, мы сделали маленький цик и себе соревнования устроили. Первый день. Ну, на первой тренировке мы сделали пульку, олимпийку. А на второй день тренировки мы сделали командные. И... Это помогает сегодня? Да, помогает. В октябре многих из тех, кто выходит на дорожку сегодня, ждет первенство страны. Возможно, главный и в чем-то определяющий старт для спортсменов этого возраста. К новостям хоккея. Лучшей студенческой командой страны стал Кристалл Сибупыка. Берчане второй раз подряд одержали победу в дивизионе Бакалавр студенческой хоккейной лиги. В нашей программе удалось встретиться и пообщаться с хоккеистами после возвращения с финала турнира. Студентам Сибупыка на турнире практически не было равных. Чего стоят только победы над Ульяновскими крыльями 20-0. И команды из Челябинского университета физкультуры и спорта 12-1. В финале Кристалл встретился с еще одной сибирской командой. Динамо, представляющей Барнаульский юридический институт. Играли с Динамо Барнаулом, знаем соперника, как бы шесть раз с ними сыграли в этом сезоне. Проигрывали 0-1 до третьего периода. Ну, не могли забить. А в третьем периоде поймали их на контратаке и получилось два гола. И довели матч до победы. Кроме того, два игрока Кристалла Сибупыка получили личные награды. Александр Хильдженко был назван лучшим нападающим, а Михаил Кононов самым ценным игроком. Стоит отметить, команда Кристалл Сибупыка была создана только два года назад. И сразу такой результат. Нам повезло, что собрали хорошую банду. Как бы все пацаны, кто-то где-то поиграл на хорошем уровне. Тренируемся ежедневно, пять раз в неделю. Получается у нас всю неделю тренируемся, выходные игры. Давило на груз ответственности, что нужно. Когда ты первый раз чемпионом становишься, как бы это одно. А когда второй раз, это сложнее получается из-за того, что нужно подтвердить. Потому что все на тебя настраиваются, все на тебя готовятся. Поэтому сложнее. На сегодня все. Смотрите наши выпуски и будьте в курсе самых интересных спортивных новостей нашего региона. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова